Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем следить за событиями, которые происходят на финансовых рынках, строить инвестиционные идеи, корректировать прогнозы, взгляды, ну и в целом оценивать ту фундаментальную обстановку, которая на площадках разного спектра активов складывается. Собственно, поздравляю вас с началом летнего сезона. Самые интересные события этой недели как раз выпали на заключительные сессии. Мы сегодня с головой окунаемся в блок макроэкономической статистики по Штатам. Первый отчет EDP по рынку труда, который будет предварять Non-Farm Parals, который запланирован на пятницу. Напоминаю то, что обычная EDP у нас статистика, которая публикуется по средам, но по той причине, что в США в понедельник был День памяти, выходной день. Статистика поехала по релизам, по публикациям ровно на сутки. Поэтому мы сегодня, в четверг, анализируем частную оценку количества новых рабочих мест внеся с хозяйственного сектора. Сегодня также у нас заявки на пособие по безработице, а завтра сразу динамика роста зарубных плат, Non-Farm Parals, официальная статистика и уровень безработицы, друзья. Это как раз те самые отчеты, которые должны уж точно позволить нам определиться с тем решением, которое будет принято 14 июня, постфактум двухдневного заседания ФРС. Это тоже событие ближайших двух недель, то есть совсем чуть-чуть нам осталось до столь серьезного макроэкономического повода. И сейчас, если мы посмотрим за годи, собственно, до выхода даже сегодняшних данных по EDP, какие настроения на рынке присутствуют, не будем привязываться к текущей динамике доллара, а посмотрим на фьючерсный контракт в FedWatch. Так вот, если днем ранее вероятность того, что ставку повысит, составляла 88,8%, как вы знаете, сейчас это уже практически 90%. Ну и не нужно мне отмечать тот факт, что если рынок труда не разочарует, не подведет вероятность крайне низко того, что мы увидим слабые данные по прогнозам. Это прирост, который будет серьезно контрастировать с оценкой прошлого периода. Ну, я думаю, что и эта статистика непременно скажется на том, чтобы вероятность и вовсе достигла 100%. Хотя, наверное, если быть реалистом, такого не бывает. Не может быть 100% уверенности того, что уходят какие-то изменения. Но ФРС и действия по поводу и относительно процентной ставки, пожалуй, это реальное исключение. Мы готовимся к этому событию давно, но нашей подготовки недостаточно. Самое главное, чтобы доллар к этому подготовился. Каким образом? Начал расти. Потому что на текущий момент, да и всей той поддержки, которая присутствует, которой он по праву может пользоваться, доллар и японская иена котируются на скромных значениях рядом с отметкой 111. И, возможно, ждет вот этого импульса и триггера. Ладно, давайте к доллару мы еще перейдем. Начнем сначала с того, что у нас наблюдается по рынку нефти. Здесь большое спасибо всем медведям, которые вместе со мной сейчас толкают нефть вниз. Это как раз и есть следствие нашей тотальной общей визуализации. Мы торгуем нефтью не только потому, что хочется видеть этот инструмент ниже, а потому что мы понимаем прекрасно, что этому способствует тот фундамент, который мы с вами анализируем изо дня в день. Собственно, подводя итоги вчерашнего дня, мы практически по бренду добрались до поддержки 50 долларов за баррель. Ну, совсем немного, нескольких копеек, скажем так. Не хватит, чтобы протестировать эту поддержку. Но, видимо, локальная реакция рынка на выход данных от Американского института нефти по запасам, напоминаю то, что согласно оценке частного также института, запасы снизились на 8,67 миллионов. И, возможно, это тоже не 100%, возможно. Именно эта статистика и стала причиной, по которой не вчера, пока не зря, несколько восстановилось минимальных значений. Но все равно осталось в глубоком минусе. Поэтому мы смело можем говорить о том, что рынок, демонстрируя, опять же, то снижение, которое мы наблюдаем, показывает и ярко демонстрирует, простите за тавтологию, убеждение всех участников рынка, ну, хорошо, большинство, в том, что сделка о продлении пакта на 9 месяцев до марта 2018 года не будет способствовать решению проблемы с перенасыщением всего глобального рынка сырьем и, собственно, не поспособствовать сокращению мировых поставок. Сейчас мы уже говорили, что у ОПЕК было больше 5 месяцев, чтобы решить хотя бы частично эту проблему. К сожалению, все, что им удалось достигнуть, так это активизировать сланцевое производство нефти в рамках Соединенных Штатов Америки. Как я уже говорил, после этого заседания мы полностью начинаем фокусировать свое внимание на статистике по штатам. А, собственно, по последним отчетам американского, точнее, администрации аналитической информации, нас интересуют официальные данные, следует то, что уровень добычи нефти в США уже составляет 9,4 миллиона баррелей в сутки. Это максимальные значения с начала 2015 года. И нет ни малейшего сомнения, что в ближайшее время с этим трендом что-то случится, потому что текущая неделя, я напоминаю, станет 20-й неделей подряд, когда сланцевые производители открывают и запускают, будет в эксплуатацию все большее и большее количество муралых. Друзья, я хочу с вами поделиться еще прогнозом очень видной энергетической компании Rusted Energy. Я, честно говоря, не обращал должного внимания в последние несколько месяцев на нее так просто для общего своего развития смотрел, но у них реально были действительные оценки общего состояния конъюнктура, которые приближены к тому, что происходит на самом деле. Так вот, по оценкам данной энергетической компании, есть нам, как трейдерам, как медведям, возможности полагаться на то, что до конца этого года в Соединенных Штатах Америки объемы добычи нефти достигнут 10 миллионов баррелей в сутки. То есть мы можем рассчитывать на то, что истинные объемы роста нефтедобычи будут выше прогнозных, которые идут от прочих ведомств, и способствовать тому будут как раз увеличение сланцевого производства, соответственно, активизация глубоководного разведывания в Мексиканском заливе. И если мы увидим, вот по прогнозу этой энергетической компании, буквально под самый занавес 17-го года эта планка будет достигнута. Если это произойдет, вы должны понимать, что 10 миллионов баррелей – это максимальный объем по добыче с 70-го года. Но в 70-м году, когда добывалось только нефти, котировки были на уровне 3 долларов за баррель. В целом, вывод, который сейчас можно сделать, так это то, что Соединенные Штаты Америки начинают фокусировать вокруг себя все больше и больше внимания. Уже все смирились с тем фактом, что именно Соединенные Штаты Америки являются возмутительным спокойствием на всем рынке нефти, обращают внимание на те объемы добычи, которые сейчас стоят за этим регионом. И очень верное наблюдение, вот недавно поделились со мной мои коллеги, о том, что рост нефтедобычи сейчас идет опережающими вдвое темпы, чем сокращение, которое наблюдалось чуть больше года назад. То есть, вполне возможно, у нас уже вырисовываются конкретные ориентиры, горизонты для перспектив всего рынка черного золота. Но и исходя из этих горизонтов, конечно же, есть возможность радоваться только у медведей. Поэтому, друзья, все пока идет в соответствии с нашим сценарием и раскладом. Давайте продолжать топить нефть. Нам нужно 50 долларов за баррель. И даже если профита по нефти в какой-то мере уже достаточно, ведь многие продавали эти инструменты гораздо выше текущих значений, нам еще нужно выжать все соки из российской валюты, то есть девальвировать. Без нефти, к сожалению, нашей визуализации будет недостаточно. Поэтому, прежде чем мы увидим с вами по рублю котировки 58, 59 и 60, нужно, чтобы бренд оказался ниже 50 долларов за баррель. Сейчас эти ориентиры как никогда близки. Это уже реализованный сценарий. Ну, что тут остается? Чуть больше доллара, учитывая то, что сейчас котировки 51,20. Я надеюсь, что, возможно, определенный расклад в свете публикации сегодняшнего отчета по запасам уже от Минэнерго. Напоминаю, что нас интересует не только статистика по запасам нефти. Нас устроило бы в качестве поддержки для короткой позиции еще увеличение запасов бензина, что вполне может быть и сохранение прежних высоких показателей по росту нефтедобычи за промежуток в неделю. Если больше 15 тысяч баррель за неделю плюсом, то это, несомненно, еще один аргумент, чтобы оправдывать короткие позиции. И не забывайте, что в пятницу еще Бекер Хьюз. Ну, об этом мы чуть поговорим, собственно, завтра. Дальше идем. Доллар японская иена. Вот-то хочется мне уже которую сессию подряд сказать, наконец-таки, друзья, мы дождались с вами вот этого импульса. Ну, вроде бы, как доллар начинает расти, как тут же потом меняется ситуация на рынке доходности Трежерис, и он вынужден реагировать на то, что происходит с этими долговыми бумагами. Сейчас котировки, как я уже говорил в начале брифинга, 111, но это, конечно же, ерунда. Это тот ценовой уровень, который не может, не позволяет нам сказать то, что повышение процентной ставки дисконтировано в стоимости, и доллар слегка отыгрывает сильные макроэкономические данные. Вот, кстати, вчера по отчетам, ну, собственно, ничего интересного не было. Сегодня у нас, раз уже заговорили про доллар, целая куча статистики. Помимо данных по рынку труда, еще в 15, точнее, в 17.00 выйдут данные по производственному сектору активности АСМ. Очень важный релиз. Даже в календарях ему отводят значимости по трехбайльной шкале 3. После этого выйдут также данные по индусу разгона инфляции. Важный индикатор тоже в 17.00 по московскому времени. И если уж эта статистика не сможет привлечь интерес быков к этому инструменту, я тогда даже не знаю уже, на что нам останется надеяться, ну, только лишь non-farm payrolls. Ну, опять же, это мрачный сценарий. Полагаю, что пора бы уже доллару все-таки реагировать на то, что происходит на рынке, в плюс для него. Тем более, что у нас сейчас есть возможность не циклиться на политических рисках. Вроде бы, слава богу, пока за последние дни никаких форс-мажоров не случилось, чтобы мы объяснили, почему стоит сейчас делать акцент больше на инвестирование в защитные инструменты и активы. Вчера вышла бежевая книга, которая отчасти для кого-то является предвестником риторики американского регулятора на будущее заседание. Ну, от бежевой книги я многого не ожидал, ну, и судя по реакции доллара, он тоже. Чтобы вы знали, в очередной раз было очень много позитива сказано по рынку труда. В частности, отмечен, что тренд роста зарплата продолжится, как минимум, до конца этого года. Ну, как я уже сказал, доллару что тепло, что холодно, собственно, от этой бежевой книги, по крайней мере, вчера, мы не увидели должной вразумительной реакции. Доллар продолжает топтаться на месте и периодически даже демонстрируя какие-то потребности, скрытые внутренние, чтобы позволить японской иене заточить себя в район 110. Это серьезный уровень поддержки, даже если обратить внимание сейчас на технику. 110.50 является очень важной поддержкой. Я надеюсь, что она будет сейчас справляться с давлением и прессом медведей. И очень надеюсь, что поможет нам в реализации, опять же, длинной идеи с покупками американцев. Сегодняшняя статистика. Мы можем делать на нее ставку, потому что это не обычные релизы. Это, в принципе, статистика, которая заслуживает всегда внимания. Это очень важные релизы. И каждый из этих столь серьезных инфоповодов сейчас приближает, опять же, нас к ФРС, к заседанию и к повышению процентной ставки со стороны американского регулятора. Поэтому я рекомендую все-таки сейчас не торопиться с короткими позициями и сохранять прежние ориентиры. Это как минимум 114-115 иен против доллара. То есть придерживаться от длинных позиций. Европейская валюта против доллара. Обозначили мы с вами два сценария. Долгосрочный – это актив-аутсайдер, непременно снижение нижней отметки 1.10. И краткосрочный, когда мы можем рассчитывать на такую же краткосрочную игру на повышение до тех пор, пока на рынке не произойдет изменения рыночных настроений. Говоря про фундамент, я делал уже акцент в ходе прошлого брифинга на то, что сейчас есть несколько основополагающих идей, каждый из которых способен притопить евро на несколько фигур уж точно. Это греческая проблематика, это обозначенная возможность и намерение греческого правительства не платить очередной транше, не исполнять долговые обязательства в рамках прошлого периода расчета за предоставленные ранее пакеты помощи. Это возможность более ранних выборов в Италии. Об этом сообщил лидер демократической партии Матео Ренци. Мы ждали эти выборы только лишь весна 2018 года, а сейчас, скорее всего, придется уже наработать с ними в сентябре, то есть тогда, когда состоятся еще выборы в Германии. Статистика плохая, это тоже важный аргумент, и не просто статистика по секторам отдельных направлений экономики. Это данные по инфляции, собственно, то, от чего пляшет Европейский центральный банк, используя, задействуя те экономические стимулы, которые сейчас характерны для этого регулятора. То есть вслед за данными по инфляции в Германии, мы помним, она просила, полагали, что присутствующая, то есть коррекционная связь, станет причиной того, что и общий отчет по инфляции тоже просил. Ну, друзья, вы сами все прекрасно видели, по статистике, ну, хуже некуда. Индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился до 1,4% с 1,9%, то есть больше, чем на 0,5% уйдя от цели, в 2% ориентира. Базовая инфляция снизилась до 1% с 1,2%. И это при том, что мы сейчас начинаем работать с уже реализующимся сценарием снижения цен на нет. Каждый раз, когда доллар отбирает, точнее, фундамент отбирает у котировок черного золота как минимум 1%, это тут же привык к снижению общего индекса тех регионов, которые зависят от этих высоковолатильных компонентов, примерно 0,1-0,2%. Это такая подтвержденная и доказанная математика. То есть, если нефть закрепится ниже 50%, то спустя полгода инфляция в еврозоне снова уйдет, даже не базовая, основная, ниже 1%. А поэтому, ну, разве можно в такой связи спекулировать на том, что ИЦБ выйдет из текущих экономических стимулов, либо изменит риторику? Ну, это было бы глупо. По крайней мере, это бы позволило говорить то, что у господина Драги явный маразм, потому что на протяжении последних больше полугода он пристально делает акцент на то, что низкие значения инфляции, присутствующие, ожидание того, что индекс потребительских цен так и останется сдержанным, являются причиной оправдывающей сохранение вот этих стимулов. То есть, мы сейчас настраиваемся на то, что евро обосядет, безусловно. Но до тех пор, пока на рынке не произойдет слома рыночных настроений, допускают то, что евро может еще вырасти. Вот одна из идей, почему евро вчера показал такой серьезный рост. Якобы хеджирование риска под закрытие месяц, но мне кажется, ерунда. Не нужно копать настолько глубоко. Все в данном случае на поверхности. Это деятельность маркетмейкеров, которые, видя именно заблуждение толпы, сейчас просто опрокидывают рынок. И поскольку, опять же, рыночное настроение сейчас указывает на то, что доминирующая позиция практически 80% в этой продаже евро, значит, еще не все стоповые ордера схлопнулись. Значит, евро может еще подрасти. То есть, долгосрочным трейдерам, которые в коротких позициях уже, ну, друзья, здесь нужно просто терпеть. Вы находитесь в правильном положении, но пока что рынок не может так вот упустить всех тех, кто обозначил определенные риски для своих позиций. Настраивается также на короткие ордера. Ну, риски по стоповым значениям находятся вот, ну, может быть, на отметке 1.13, 1.14. Ну, вряд ли что выше, чем уровень 1.15. Дальше, фунт против доллара. Вчера было создано на рынке хорошее условие для продаж британца. Я напомню вам, это данные последнего общественного опроса ЮГОФа, когда стало ясно, что консерваторы по позициям явно сейчас уже теряют, у них нету. Тотального большинства уже отстают больше, чем на 16 голосов. Соответственно, после выборов может оказаться так, что Тереза Мэй останется без поддержки в парламенте. И сам парламент без ярко выраженного лидера. Это плохо. Это усилит неопределенности и, возможно, еще больше осложнит переговорческий процесс по Брэкзиту. В связи с этим фунт, возможно, вчера отреагировал на общий всплеск интереса и оптимизма в отношении евро. Но оправдать каким-то позитивом точно нельзя. Поэтому по европейской валюте, как и раньше, нужно сохранять короткие позиции, настраиваться на то, что позиции медведей и, в принципе, их амбиции станут более стоящими, более результативными и смогут все-таки надавить на этот актив и вернуть его как минимум в район 1 от 28. Сегодня, кстати, в 11.30, то есть через час 45, будет увлекована статистика по производственной активности в Англии. Возможно, этот релиз не наценивать не стоит, учитывая то, что фунт очень активно реагировал на последний отчет по ОВП. Я допускаю то, что еще один привестник более слабых будущих показателей по экономическому росту, то есть слабая активность в производственном секторе, может помочь нам сегодня протащить фунт больше, чем на 50 пунктов ниже. Доллар Канаги. Вчера мы анализировали данные по ОВП. Ну, в соответствии с ожиданиями рынка, статистика действительно оказалась очень неплохой. В квартальном выражении привез с 2,7 до 3,7 в месячном, а с нуля мы поднялись до отметки 0,5%. Но в целом сейчас USDCAD находится под давлением, то есть если раньше мы говорили о котировке примерно 1,3450, сейчас мы видим то, что пара выше отметки, ну, хорошо, рядом с уровнем 1,35. Вот по средней котировке 1,3499. Выше, чем мы наблюдали этот дуэт активов перед выходом данных по ОВП, это говорит о том, что канадская валюта все-таки сейчас больше подвержена влиянию цен на нефть. И хорошо, потому что цены на нефть у нас снижаются, а нам нужен дешевый канадец. Поэтому по USDCAD наши ориентиры остаются прежними 1,37, 1,38 и сверхцели это 1,40. Текущее значение это прекрасная возможность, чтобы занять этот перспективный, собственно, длинный ордер и подождать, пока не будут реализованы наши цели. А то, что USDCAD непременно окажется рядом с этими рубежами, ну, здесь уже сходятся все карты, это и снижение цен на нет все-таки, и, соответственно, потенциальный рост доллара, который, если не сегодня, не завтра, то спустя какое-то время уж точно будет проявлен на финансовых площадках. По другим валютным парам. Австралийц снижается, новозеландский доллар тоже находится под давлением, золото чуть подросло на факте ослабления американца, и S&P чуть выше, чем те уровни, на которых мы наблюдали вчера, 2412 пунктов. Остается чуть больше 35 пунктов до нашей с вами цели. Цели, которая позволит зафиксировать очень хороший профит в рамках американского фондового рынка. Эта сделка у нас сохраняется вот с конца прошлого года. Собственно, друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте их, не стесняйтесь, на форуме о маркетсе и даже лучше еще на канале на YouTube. Попробую, если смогу, конечно же, дать компетентный и адекватный ответ. Соответственно, не забывайте, что помимо того, что есть возможность оставлять вопросы, вы можете и поставить лайки, большие пальцы за которые я, как и всегда, буду вам искренне благодарен. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии, результативных торгов. Контролируйте, пожалуйста, риски. Увидимся, соответственно, завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире на перископе. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин